Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Елена Трегумова, и мы находимся в пресс-центре аргументов и фактов. Сегодня мы будем говорить о проблемах и вопросах, связанных с российской экономикой. У нас в гостях директор Института экономики Российской Академии наук Руслан Семенович Гринберг. Здравствуйте, Руслан Семенович. Руслан Семенович, мне хотелось бы начать вот с чего. Недавно Росстат отчитался о росте ВВП, и, соответственно, мы получили данные о том, что ВВП сильно замедлился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он оказался в три раза меньше. Как вы думаете, с чем это может быть связано? Я бы сказал, что здесь есть целая группа причин, но самое важное, по-моему, связано с тем, что наш остальной мир вокруг нас снижает спрос на энергоресурсы. Я, правда, думаю, что это временное явление. С другой стороны, у нас очень серьезные проблемы с точки зрения малого и среднего бизнеса. Есть какая-то усталость людей, которые стали успешными, социальные лифты не работают. Все находятся в каком-то ожидании чего-то. Мне кажется, что у нас никакой рецессии не будет, о чем сейчас многие говорят. И наоборот, все указывает на то, что США и Китай все-таки ускоряют свой экономический рост. Но Европа у нас хромает, она, конечно, в стагнации пока. Я думаю, что причина здесь спорит о причинах тоже. У нас действительно промышленное производство, по-моему, сейчас нулевой рост даже. Но мне кажется, что не должно быть особой паники в том смысле, что стагнация перейдет в спад. Мне не кажется такое. Ну, может быть, будет снижены темпы роста, и именно эконом-развитие правильно делают, что снижают свои собственные прогнозы. Руслан Семенович, в последнее время прослеживается тенденция того, что наше население более активно следит не только за политической ситуацией в стране, но и за экономической. Но при этом не все понимают, на чем основывается, как высчитывается ВВП, с чего он состоит. Вот расскажите нам, пожалуйста, инвестиции. Но там есть очень несколько позиций. Прежде всего, конечно же, инвестиции, потом потребление, экспортные и импортные операции, финансовая сфера. Есть очень много составляющих ВВП. И, вообще-то говоря, мир привык так, сравнивать страны по ВВП, хотя, конечно, после кризиса уже раздаются голоса, что ВВП – это не самый лучший показатель для оценки экономического самочувствия. ВВП – важнее всего доходы, конечно, которые люди ощущают. А на самом деле это важнее всего. Руслан Семенович, недавно премьер-министр Дмитрий Минвенев подводил итоги работы своего правительства, где он признался о том, что состояние нашей экономики находится удовлетворительным. Средненько. Да, средненько. 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 Руслан Семенович, не исключает того, что будут предвыборные обещания Путина исполнены, майские указы тоже будут исполнены. И он хочет вывести рост экономики к 2015 году на уровень 4,6, по-моему. Вот это вообще реалистично, потому что я общалась недавно с экспертами, там разными молодыми, чуть постарше. Вот. Они совершенно разные мнения говорят. И мне хотелось бы слышать вот то, что вы скажете. Но, смотрите, на самом деле премьер-министр адекватно оценивает теперешнее положение в экономике, называя его средненьким. И, конечно же, он хотел бы, чтобы экономический рост у нас составлял 4-5 процентов. Мы все это хотим. Проблема в том, как этого добиться. И вот здесь есть существенное расхождение. Как вы сказали, у экспертов, ну, даже у членов правительства, если хотите. Поскольку здесь две школы мышления есть, что ли. И молодые экономисты, и пожилые, и какие хотите, делятся на две части. Вот одни, которые ближе к правительству, они считают, что все дело в том, что у нас инвестиционный климат плохой. Вот улучшится инвестиционный климат, и все будет хорошо. Это первое. И второе. Все будет хорошо тогда, когда снизится инфляция. До 3-4 процентов появятся длинные деньги, снизится стоимость кредитов, и полным потоком пойдут у нас инвестиции. И мы все устроимся на солнечной стороне жизни. Это экономисты, близкие к правительству. Ну, скажем так, экономисты Академии наук, которой я имею честь принадлежать, они думают по-другому. Вот у математиков есть такое суждение, что ли, что вот какие-то условия необходимые, но недостаточные. Вот это тот случай, что мы не против инвестиционного климата хорошего, мы не против снижения темпов инфляции. Кстати, надо сказать, что правительство последние 20 лет, в общем, борется только с одним злом, это инфляция. И, надо сказать, не очень успешно, если, конечно, сравнивать наши темпы инфляции с инфляцией в других странах. Но мы считаем, что на самом деле нужно заниматься государственными инвестициями, как это ни парадоксально. Потому что многие не любят государство, считают, что оно там бюрократическое, вороватое и все такое прочее. А мы так не думаем. Мы считаем, что в теперешней ситуации, когда вялый частный спрос, необходимо, только государство может прийти на помощь нашей стагнирующей экономике. Или слабо растущей, лучше сказать. И здесь государственно-частное партнерство, о котором вы слышали, уже в учебниках пишут. Но вот это был бы, на мой взгляд, это был бы выход. Государство разрабатывает некую программу экономическую, индустриального развития, программу обновления инфраструктуры. И приглашает частный бизнес участвовать в этом мероприятии. И все вместе зарабатывают. Потом в перспективе государство от своей доли отказывается. Это в идеале так выглядит. Мне кажется, это единственный путь, который мог бы ускорить нашу экономику. И тогда мы можем получить не только 4-5%, но, может быть, и больше даже. Руслан Семенович, вот еще такой вопрос. Ну, ни для кого не секрет, что российская экономика, она, в принципе, зависит от мировой. Сильно зависит, правда. И для того, чтобы улучшить нашу ситуацию... Мы все друг от друга зависим. А вы думаете, немецкая экономика не зависит? Безусловно, зависит. Китайская, все зависят. С кем выгоднее нам сотрудничать? С Европой, с Азией, с Австралией? Вот ваше мнение. Ну, что я могу сказать? Мы живем в глобальном мире, в открытом очень мире, в котором мы и кооперируемся, и конкурируем сразу, одновременно. Значит, наша задача сделать нашу экономику здоровой. А это очень важно для нас, наши соседи. Наша страна уникальная. Такой нету. Чтобы нас только имело соседей рядом. На востоке, на западе, на юге. На севере только нету вроде. Значит, сейчас. Медведя. Ну, вот. И, конечно же, мы должны рационально строить наши внешнеэкономические отношения, как по географии, так и по товарной структуре, по направленности. И надо сказать, что у нас здесь есть перекосы очень серьезные, с которыми нужно бороться. А перекосы какие? В сторону энергоресурсов. Мы добываем энергоресурсы и значительную их часть продаем, значит, тем странам, которые производят готовые изделия. И вот эта асимметрия, она, конечно, не очень хороша. И опасна, в конечном итоге. Потому что страны вокруг нас развиваются, производят готовые изделия, меняют их часто. А мы все по-прежнему занимаемся экспортом энергоресурсов. Слава Богу, что у нас ситуация такая, что несмотря на теперешний спад спроса, связанный с замедлением вообще общей хозяйственной деятельности в мире. Но, правда, как я уже сказал, Америка и Китай, как два локомотива, они более-менее нормально себя чувствуют. Но плюс развивающийся мир тоже нормально. Так вот, я хочу сказать, что, слава Богу, что еще не очень актуален вопрос о том, что скоро прекратится добыча у нас. Как многие там предрекают, или там наши партнеры заменят углеводородное сырье на какие-то новые виды энергетики. Они все очень серьезно развиваются. Но минимум лет 10 нам обеспечена еще нормальная жизнь. Ну что потом? Потом будем думать, что потом. Так вот, я хочу сказать, вот это очень важно, вот эти 10 лет, они должны быть использованы исключительно для того, чтобы диверсифицировать структуру нашей экономики. Это значит, в моем представлении, это значит попытаться, с учетом наших высоких традиций, больших традиций индустриального развития, я имею в виду, мы при советской власти, которую вы не знаете, только так, по разговорам, мы все производили сами. Я знаю это. И это, конечно, было хорошо, с одной стороны, поскольку все-таки мир наш неспокойный, но с другой стороны, не было конкуренции, поэтому все, что производилось, все продавалось, если можно так сказать. И после того, как пришел Михаил Сергеевич Горбачев и открыл нашу страну для остального мира, то, конечно же, наши многие продукты, готовые изделия, они стали неконкурентоспособными, потому что была задача потребителям угодить, насытить прилавки, потому что мы жили в унизительном состоянии. Тогда мы сделали упор на потребителей, но забыли немножко, что надо же как-то деньги иметь для того, чтобы потреблять, а чтобы иметь деньги, надо ходить на работу, что-то производить, зарабатывать. И вдруг выяснилось, что наши продукты неконкурентоспособны. Просто мы не привыкли к этому. Я считаю, это была большая ошибка реформаторов Ельцина и его команды, что мы быстро открыли, очень быстро. И мы не подготовились к этим холодным водам глубоким океана конкуренции. И сегодня мы платим за все. У нас были прекрасные самолеты, прекрасные суда. Мы это все дело как-то потеряли, заплатили дорогую цену за системную трансформацию. Но сегодня надо постараться, что можно спасти. И вот наш институт, и другие академические институты, они предлагают конкретную программу промышленной политики, государственной политики, с помощью которой можно было бы обеспечить развитие вот таких брендов, типа вот то, что вы знаете, Nokia, например. Вот хорошо бы иметь. У нас есть хорошие вертолеты, у нас хорошие космические аппараты, у нас много чего замечательного есть. Но, к сожалению, это все еще пока малая доля. В нашем экспорте 85, а иногда и 90% энергоресурса. Но вот надо, с этим нужно бороться. Нужно не ахаивать нашу топливно-сырьевую промышленность, потому что она дает нам очень много средств, мы живем с вами более-менее прилично. Но как? Почему прилично? Потому что они нам дают деньги, за эти деньги мы покупаем импорт, импортные товары и услуги. Причем этим пользуется 20% населения. А остальные? А остальные огурчики-повидорчики. Шесть соток, у кого больше, у кого меньше. И, как один мой приятель сказал, у нас при любых строях, при любых формациях, при усадебном участке, значит, обеспечивают выживание человека. С грустью приходится это констатировать. – Руслан Семенович, раз мы подошли к этому вопросу, каким, на ваш взгляд, должен быть уровень роста экономики национальной, чтобы обеспечить благосостояние наших граждан? На каком процентном соотношении? – Я вам скажу, здесь важно понимать качество роста. Потому что у нас же были приличные темпы роста до кризиса, 7,5 в течение 9-8 лет. Это сумасшедший рост был. Но, к сожалению, это был рост без развития. Теперь наша задача, может быть, даже пусть поменьше будет рост, но побольше развития. А побольше развития – это значит побольше готовых изделий. Здесь очень сложная задача, конечно. Но она еще выполнила, слава богу. Потому что для нашей страны это, в общем, скандально и позорно иметь такую структурно-примитивную экономику. Тем более при очень любознательном населении. Молодые люди у нас все-таки хотят иметь высшее образование. Почему-то все. Вот нет такого уровня. В Советском Союзе такого не было. Как? В Советском Союзе не все учились в институтах. Были ПТУ, были колледжи, были работники. Именно Советский Союз создал вот эту, как бы выразиться здесь, именно Советский Союз создал вот эту атмосферу, что молодой человек должен иметь высшее образование. Хотя, конечно, те, кто хуже учился, или те, кто хотел сразу получать деньги, они, конечно, шли в промышленность. И это были уважаемые люди. Хотя, странным образом, у нас вот самое большое наказание было учительницам говорить. Ты что, Гринберг, опять не выучил? Ты что, хочешь в ремесленное училище? Это мне казалось странным. Государство рабочих и крестьян пугать рабочими местами. Но это была жизнь. Я учился в школе рабочей молодежи. И там было мне много моих сверстников. У меня было 17 лет, а там учились ребята и по 40, по 45. Да, очень серьезное было дело. И это было очень важно. Вообще, страна училась. Сейчас очень много, конечно, как выразиться точнее, такого мнимого, что ли, образования. У нас много студентов, но много и вузов оставляют желать лучшего качества. Здесь много чего надо менять. Но мы должны, вот когда Путин говорит о том, что 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, это и есть, собственно говоря, призыв к индустриальной политике, призыв к государственной активности. Нельзя надеяться только на то, что хороший инвестиционный климат приведет вот к тому, о чем Владимир Владимирович мечтает вместе с нами. Руслан Семенович, позвольте вернуться к вопросу рецессии. Вы думаете, что ее не будет, да? Что, понимаете, но рецессия, что такое рецессия? Смотрите, вот вы развиваетесь, вы растете. Ну, если вы, ну, принято считать в мире, два квартала подряд, если у вас снижается валовый внутренний продукт, то вроде рецессия начинается. Ну, это же тоже все условно. Ну, будет 0,1, потом будет 0, потом будет 1,5. Здесь проблема в другом. У нас ведь либо стагнация, вот мы здесь приговорены к стагнации, понимаете, вот сейчас. Стагнация – это даже плюс 1, это стагнация. Даже плюс 2 для России – это стагнация. И минус 1, минус 2, ну, ничем не отличаются особенно. Здесь главное, чтобы не было вот такого падения, как мы пережили в 2008-2009. Да, сразу там на 11%, это, конечно, катастрофа. Вот это настоящий кризис. А сейчас мы все переживаем стагнацию, включая даже Европа, которая говорит, вот Европа уже в рецессии. Ну, что в рецессии? Потому что минус 0,2. Все, мама дорогая, конец света. Приезжают люди в Европу, а там даже не знают, 90% населения, что они в рецессии находятся. А мы думаем, а неужели у нас будет рецессия? Ну, да, страха глаза великим. Абсолютно. Ну, мы любим вообще конца света ожидать. Ну, вот… А? Вы тоже? Ну, я как-то индифферентно к этому отношусь, скажем так. Индифферентно, да. Как получится? Наши пользователи задают вопрос, вот как по вашему мнению, существует ли вероятность второй волны финансового кризиса? То есть, ну, этот вопрос, он всегда будет жить. А что значит финансовый кризис? Что под этим… Повторение того, что было, например, в 2008 году, в 98 году. А, то есть, девальвации рубля. Да, очень боятся и переживают за свои сбережения, потому что последние годы люди… Правильно делают. Я тоже переживаю. Ну, а в чем лучше хранить деньги? Вы спрашиваете, насколько рубль подвержен рискам? Я вам скажу так, если серьезно говорить, что… Вот пока у нас бочка нефти на мировых рынках стоит больше 100 долларов за баррель, да, то нечего волноваться, особенно за рубль. Но, похоже, это будет еще долго. В этом смысле, думаю, нет никаких оснований думать, что курс рубля снизится резко. Я вообще думаю, что было бы правильно, если бы правительство наше и Центральный банк снижало бы потихонечку курс рубля. То есть, там 31,2, 31,3, 4,5. Это непростая история, но это нужно было делать все равно, а не укреплять рубль. Я не хочу здесь детали вдаваться, да, этой истории. Но мне кажется, очень опасным, когда у вас инфляция 6-7% в год, а рубль не то, что там не девальвируется совсем, а он даже укрепляется. То есть, ножницы растут, и это всегда большие риски несет. Но, еще раз говорю, главное – это цена на нефть. цена на нефть, она вообще-то волатильна, да, так она туда-сюда, но не каждый день, да. Здесь очень много разных прогнозов есть. Я лично склоняюсь к тем, к оценкам тех структур, которые занимаются прогнозированием, которые считают, что все-таки не будет у нас еще, нет еще такой вот предкризисной обстановки. И похоже, что наоборот, сейчас начнется оживление экономики. Америка в результате quantity easing, по-нашему, это печатание денег. Это еще недавно считалось ужасным явлением. А вот американцы пошли на это, и молодцы, пришли к тому, что вот экономика начинает расти, безработица снижаться. А это очень много. Это локомотив мировой экономики. Ну, китайцы тоже увеличиваются темпы роста. Было 5,8, 6, сейчас 7. Я думаю, это хорошее дело. Это признаменование общей экономической активности повышения в мире. Ну, раз уж мы заговорили про рубль. Про рубль, да. Ну, вот. А нас спрашивают, при выборе рубля в качестве валюты, в которой нужно хранить деньги, где лучше их держать дома или в банках. То есть, это на фоне того, что... Нет, дома это абсурд. Ну, ЦБ проводит активную политику от того, что отбирает лицензии у банков, то есть, которые предлагают высокие проценты, хорошие условия. Ну, да. Тем самым завлекая к себе клиентов, но при этом банк, он не в состоянии обеспечить все вот эти вот выплаты по вкладам. И люди боятся, стоит ли доверять свои деньги? Во-первых, слава Богу, наша власть обеспечивает страхование. Ну, страхование до 700 тысяч, по-моему. Да? А что, это мало? А может, кто-то больше накопил? Ну, кто-то больше, это уже, значит, он уже не такой бедный. Я так вам скажу. Это уже серьезно. У нас всего, наверное, процентов 40 имеет, между прочим, процентов 40, по-моему, имеет всего вклады не зарплатные, а вот вкладывают деньги в банки, потому что не знают, куда их девать, там, на черный день и все такое прочее. И в этом смысле, конечно, это абсолютно дурацкая идея держать деньги дома. Конечно, нужно вкладывать и иметь депозиты в банках. А вот при выборе банков надо, конечно, руководствоваться. Значит, чем надо руководствоваться? Прежде всего, конечно же, репутацией. Репутацией, да. А что такое репутация? Репутация – это доверие, да, что вот… Ну, вот я, например, не люблю крупные банки. Не люблю. Я хочу, мечтаю о том, чтобы средние и малые банки были. Но инстинктивно я вкладываю свои средства и советую это в нелюбимые банки, крупные. Потому что я знаю, что их всегда спасут. Вот. А мелкие – они, ну, даже если они могут быть очень хорошими, ну, мало ли, какая у них политика. Там надо изучать это все дело. А нам некогда же все это. И мы… У нас еще нет культуры это такой. Поэтому Сбербанк там или еще что-то такое. Хотя мне не нравится, что это называется «деньги к деньгам», «монополист», а «монополия» ведет к загниванию. Вот. Поэтому они большие, и нам это не нравится, но мы все равно туда несем деньги. И я думаю, что здесь особой альтернативы нет. Пока. У меня к вам вопрос Владимира Владимирова, который опубликовал свое послание к вам на нашем сайте. Вопрос следующего содержания. Удастся ли при падающей экономике и выданных в чрезмерных соцобязательствах удержать курс рубля? И захотят ли это сделать власти или обязательства решат покрывать печатным станком? Вот возвращаясь к тому, что мы говорили только что в качестве примера про США, вот как у нас может быть в такой ситуации? Я думаю, что у нас социальные обязательства, они ведь... Особых и нет социальных обязательств, так между нами и говорят. Надо сказать, что наше население привыкло жить в такой атмосфере, когда уже особого не ждут от правительства. Вот принято считать, что наш народ, он такой вот издевенец, да, ждет, что ему, значит, в клюве, там, кто-нибудь ему, значит, ждет от государства. На самом деле это далеко не так, он уже привык, его бросили на произвол судьбы с начала 90-х годов. Ну, сейчас потихонечку улучшается положение, абсолютно правильная история с пенсионерами последние 10 лет. Такие мощные увеличения пенсий, надо это признать. Вот. А что касается вот этого страха, что социальные обязательства там могут привести к инфляции, то это постоянная мантра правительства и министров финансов обычно, что вот у вас производительность труда низкая, за оплату мы вам повышаем, а вы даже ее не заслуживаете. Меня это возмущает обычно. У нас около 40% людей ездят на работу и получают меньше 10 тысяч рублей. Я считаю, это скандал для такой страны, как наша. Но это мы в другую сферу вторгаемся. Переиспределение доходов – это очень серьезная сфера. И мне кажется, что здесь нечего бояться нашему радиослушателю или как его назвать? Читателю. Читателю. Это вот на сайте будет, это происходит у нас. Читателю, да. Здесь нет угрозы обвала рубля. Еще раз повторяю, есть вот такой решающий фактор этого всего – это цена нефти. А обязательства не сильно влияют. Тем более, они, в общем-то, не очень небольшие. Руслан Семенович, вас приветствует Татьяна Александровна и хочет узнать… Я ее. Насколько объективно у нас рассчитывается инфляция? То есть, ну, не для кого-нибудь секрет, то, что проценты маленькие, а почему-то продукты дорожают. Проценты маленькие, а продукты дорожают. Да. Ужас какой. Ну, вот как вот на тебя объективно оценивается расстатом? Я вам скажу так. Дело в том, что инфляция – что такое инфляция? Это индекс стоимости жизни. Индекс стоимости жизни среднестатистического человека. И в тех странах, где уровень, где доля среднего класса велика, так называемых, вот, цивилизованных, что ли, мы их так называем, там, скандинавские, например, или континентальная Европа, то там уровень инфляции, он имеет значение в том смысле, что он примерно… Деньги обесцениваются или доходы обесцениваются вот этих людей. Раз они примерно одинаковые, значит, одинаково они и обесцениваются. У нас, конечно, другая история. Если, например, у нас, например, вице-премьер-министра заработали вместе с женой, значит, 520 миллионов рублей. За код. За код, да. То это, конечно, я думаю, их доход не очень сильно так вот обесценивался. И здесь можно как-то мириться с такой инфляцией. Другое дело, что есть очень много людей, может быть, процентов 45, для которых питание и ЖКХ покрывают практически, ну, собственно, весь доход. А индекс стоимости жизни, он состоит не только из питания и ЖКХ, а общий, средний, да, там, средний. А это значит, что для них инфляция намного выше. Вот мы тоже в институте считали, что инфляция для пенсионеров, например, она выше намного. Иногда бывает даже до 20% доходит. Интересно. И, ну, но средняя, а есть средняя стоимость, вот индекс стоимости жизни, средняя 6-7. Вот. Но, понимаете, если у вас быстро растут продукты, быстро дорожают продукты, а вы все тратите практически на продукты, то, конечно, вы нервничаете. Вот, там пишут 6%, а у меня там колбаса, яйца подорожали чуть ли не на 40%. Это, конечно, вызывает, ну, как бы это сказать, раздражение. Но нельзя сделать для каждой семьи индекс инфляции. Вот делают такой средний. Там 400 товаров и услуг, веса, там, разная целая наука. Иногда надо пересматривать. То есть я хочу сказать, что чем более неравномернее распределяются доходы, а это именно наш случай, тем больше разброс в обесценении доходов. Вот в этом все дело. Потому что, если вы, например, тратите на питание лишь 1% своего дохода, или 5, или 10, то это одна история. А если вы тратите 60-70, а то и 80, то это другая история. Руслан Семенович, второй вопрос, Татьяна Александровна. Почему, по-вашему мнению... Трудные вопросы у нее, Татьяна Александровна. Почему руководство страны не вкладывает больше средств и сил в развитие промышленности и сельского хозяйства? Да, это очень опасный вопрос. Значит, смотрите. Руководство страны понимает, что творится в стране. Не надо думать, как многие иногда, вот, они не знают. Они все знают, умные люди, образованные. У них очень много источников информации. Все так и проще. Но они понимают, что в стране... Мы возвращаемся опять к тому вопросу о диверсификации структуры экономики, о облагораживании нашей экономики. Понятно. И, конечно же, то, что я говорил, что нужно вкладывать. А государство наше осторожно. Может быть, я на их месте тоже был бы осторожен. Потому что непонятно, как вкладывать, куда вкладывать. Потому что все обещают золотые горы. А? А если ты будешь им раздать, а вдруг они не справятся? А просто освоят деньги? Это очень сложная история. На самом деле, конечно же, от государства зависит. Они должны все-таки взять на себя ответственности. Ну, считается так. Мы не можем тратить деньги на производство промышленных товаров, когда мы твердо знаем, что они сбыта не найдут. И они тоже правы. Потому что мир переполнен товарами и услугами. У нас открытые границы. Китайцы и европейцы уже приручили нас к тому, что ребята, у вас есть конкурентные преимущества. Нефть, газ, пенька, металл. А мы остальное вам завезем. И эту тенденцию очень трудно переломить. Это нелегко сделать. Они это понимают. Я хочу подчеркнуть, что по-прежнему я недоволен тем, что они мало делают. Они не хотят рисковать. Потому что потратишь деньги, потом, когда начнутся кризис, у тебя не будет денег для того, чтобы рубль защитить. Понимаете? Но это не лишает их. Это как бы только подчеркивает то, что мы рискуем сейчас больше, когда не тратим деньги. Потому что мы все время зависим от этой идиотской цены на нефть. Не может такая страна, как Россия, зависеть от этого. Ясно, что нужно диверсифицировать. Здесь очень много нужно сделать. Я не хочу вдаваться в подробности. Скоро выйдет доклад Академии наук по экономическому развитию. Он будет немножко альтернативным. И тогда мы поговорим на эту тему. Варсан Семенович, как Вашему мнению, развитие какой отрасли был бы наиболее перспективным для России? То есть нефть и газ мы убираем, а что могло бы принести нам пользу? Много чего мы могли бы делать. Я думаю, что у нас еще есть очень хорошие возможности по пассажирским самолетам. У нас транспортное машиностроение имеет очень хорошие шансы. У нас даже суда еще можем научиться делать. Хотя, конечно, очень сложно в той среде, в которой мы сейчас находимся. У нас есть даже большие возможности по новым материалам. Я знаю, что есть очень хорошее изобретение в этом плане. Но много чего. Здесь важны приоритеты. Господь Бог не может за нас решить, что нам надо поддерживаться. Я просто придерживаюсь такого взгляда, что нужно провести инвентаризацию оставшегося советского научно-технического потенциала, разделить его на три части. Первая часть – это там, где мы можем догадать мировой уровень конкурентоспособности и систематически финансировать это с помощью разных рычагов. И Центральный банк, и Минфин здесь должны участвовать. У нас, кстати, большая проблема отсутствия координации. Просто нет общей промышленной политики. Первая часть – это то, что мы можем догнать. Вторая часть – то, что мы должны смириться с тем, что мы не догоним. Просто смириться. Не догоним, но нужно поддерживать эти производства только из-за того, что там много людей работают. И третья часть – это безопасность. Очень важна для России. А безопасность – здесь уже критерии эффективности, критерии конкурентоспособности особенной роли не играют. Ну, в общем, нужно это оценить, а потом путем, так сказать, сопоставления разных позиций, точек зрения, выработать приоритеты и идти по ним. Это очень трудно. Это к вопросу о том, почему они не делают. Не потому, что они какие-то зловредные. Они понимают, что риски большие этого. Но альтернативы последовательной, экономической, государственной, хочу подчеркнуть, политики нет. Нельзя рассчитывать на силы саморегулирования. На что надеется большая часть правительства. Ну, и такой вопрос, что до сих пор не утихают споры по поводу вступления России в ИТО. Оно затянулось. Говорят, что сельское хозяйство вообще может умереть. И Вера Павловна вас спрашивает, вступление России в ИТО принесет какую-то нам пользу? Ну, пока больше здесь страхов, чем реальных угроз. Надо сказать, что это был большой скандал, что Россия не участвовала в Всемирной торговой организации. Спасибо Грузии. Теперь она участвует, все в порядке. И я должен сказать, что мы, как всегда, сначала ничего не делаем, а потом вдруг... 19 лет переговоры идутся. И, конечно, здесь на правительстве есть своя доля, видно, и здесь. Потому что, когда вы не знаете, что защищать, то переговоры-то трудно вести. Но, вступив в ИТО, у нас очень... Несмотря на то, что у нас сокращаются возможности просто протекционизма, да, закрытия границ и поддержки какого-то производства. Но там очень много разных инструментов, которые надо знать, которые надо использовать. Как это делают все страны. Судиться, применять разные мероприятия по исследовательским опытным конструкциям и работам. Там есть много возможностей для того, чтобы поддерживать именно то производство, которое вы выбираете. Ну, надо учиться в процессе. Нельзя просто так вот бояться этого дела. На самом деле здесь больше намного положительного, чем отрицательного. Это... И все страны это понимают. И надо быть в этом клубе. Это конституция мировой экономики. Если вы хотите что-то менять, вы вместе с группой товарищей должны бороться. А у нас очень хорошая группа товарищей. Брикс, знаете такое, да? Конечно. Бразилия, Россия, вот и все. Давайте работайте и начинайте отодвигать западное доминирование Запада, которое последние 500 лет. Конечно, они там любят командовать, когда привыкли, 500 лет руководят. Вроде бы все хорошее только от нас идет. С этим надо бороться потихонечку. Ну, что же, Руслан Семенович, у нас много вопросов осталось незадействованными. Вас очень хотели слышать наши читатели. Вот я надеюсь, что вы придете к нам снова в гости, и мы уже поговорим о других вопросах. А время нашего эфира истекает. Я хочу вам сказать спасибо за то, что были с нами, слушали нас. Всего доброго. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok